Артур Конан Дойл. Приключения с клерком биржевого маклера. Читает Оскар Кучера. Вскоре после моей женитьбы я приобрел практику в Паддингтоне. Старый мистер Фаркар, у которого я ее купил, был в свое время преуспевающим врачом, но возраст и недуг, сходный с пляской святого Витта, привели к захерению его практики. Люди, и это вполне естественно, придерживаются принципа «врачу исцелися сам» и не полагаются на целительную силу человека, если собственные лекарства ему не помогают. И по мере того, как силы моего предшественника слабели, число его пациентов все время шло на убыль, и когда я купил его практику, она вместо прежних 1200 фунтов в год приносила мне менее 300. Однако я положился на свою молодость и энергию, твердо уповая, что через год-другой она вновь станет процветающей. В течение первых трех месяцев я с головой ушел в работу и почти не виделся с моим другом Шерлоком Холмсом, ибо у меня не хватало времени посещать Бейкер-стрит, он же редко покидал дом, если того не требовали его профессиональные обязанности. И потому я был очень удивлен, когда как-то июньским утром, сидя после завтрака с британским медицинским вестником, я услышал звонок в дверь, а затем высокий, несколько скрипучий голос моего старого товарища. — Мой дорогой Ватсон! — сказал он, широким шагом входя в комнату. — Крайне рад вас видеть. Надеюсь, миссис Ватсон полностью оправилась после небольших треволнений, связанных с нашим приключением знак четырех. — Благодарю вас, мы с ней чувствуем себя прекрасно, — ответил я, горячо пожимая ему руку. — И еще я надеюсь, — продолжал он, опустившись в кресло-качалку, — что заботы медицинской практики не до конца угасили ваш интерес к нашим маленьким дедуктивным задачкам. — Напротив, — ответил я, — недалеко вчера вечером я просматривал мои старые записи и анализировал некоторые результаты, полученные нами в прошлом. — Надеюсь, вы не считаете ваш архив завершенным? — Отнюдь я был бы более чем счастлив поучаствовать в чем-либо подобном. — Например, сегодня? — Да, и сегодня, если вы хотите. — И даже так далеко, как в Бирмингеме? — Разумеется, если вам это нужно. А как же практика? — Я подменяю моего соседа, когда ему требуется уехать, и он всегда готов отплатить мне тем же. — Ха! Преатлично! — сказал Холмс, откидываясь в качалки и вглядываясь в меня из-под полуопущенных век. — Как вижу, вы недавно прихворнули. Летние простуды всегда особенно неприятны. Три дня на прошлой неделе я пролежал с высокой температурой, но мне казалось, простуда не оставила никаких следов. — Совершенно верно! Вы просто пышите здоровьем! — Так как же вы узнали? — Мой дорогой, вам же известны мои методы. — Помогла дедукция? — Разумеется! — Так что же вам подсказала? — Ваша обувь! — Я взглянул вниз на мои новые лакированные туфли. — Но каким образом? — начал я, однако Холмс уже отвечал на мой вопрос, прежде чем он был задан. — Ваши туфли совершенно новые! — сказал он. — Носите вы их неделю, другую — не больше. — Подошвы, которые вы сейчас подставляете моему взгляду, чуть-чуть опалены. Я было подумал, что туфли промокли, их сушили у огня. Однако возле кобылка виден бумажный кружок с иероглифами обувщика на нем. От сырости бумажка, конечно, отклеилась бы. Значит, вы сидели, протянув ноги к огню, а даже в столь сыром июне, как этот, здоровый человек так не поступит. Как всегда после логических объяснений Холмса, загадка выглядела на редкость простой. Он прочел эту мысль по моему лицу, и в его улыбке мелькнула легкая горечь. — Боюсь, объясняя, я несколько утрачиваю престижность, — сказал он. — Результаты без растолкований производят куда большее впечатление. Ну, так как вы согласны отправиться в Бирбинге? — Безусловно. — А в чем суть дела? — Услышите в поезде. Мой клиент ждет на улице в пролетке. Вы можете отправиться сей же час? — Через минуту. Я нацарапал записку соседу, бросился наверх предупредить жену и присоединился к Холмсу на крыльце. — Ваш сосед врач? — спросил он, кивая на латунную табличку. — Да, он купил практику тогда же, когда и я. — Давнюю? — Такую же, как моя. Обе существуют со времен постройки этих домов. — А, так вам досталось лучшее. — По-моему, да. Но как вы узнали? — По ступенькам, мой милый. Ваши истертые дюйма на три глубже, чем его. — А этот джентльмен в кэбе — мой клиент, мистер Холл Пикфорд. Позвольте представить вас ему. — Извозчик, подстяни-ка свою лошадь, иначе мы не успеем на поезд. Напротив меня сидел молодой человек крепкого сложения со свежим открытым честным лицом и ржеватыми подкрученными усиками. Глянцевый цилиндр и хорошо скроенный солидный черный костюм придавали ему вид того, кем он и был. Расторопного молодого служащего в сите, принадлежавшего к классу презрительно именуемому Кокни, который, однако, обеспечивает нас отборными волонтерскими полками, а также выдающимися атлетами и спортсменами в куда большей мере, чем остальные сословия на наших островах. Его круглое румяное лицо от природы дышало бодростью, но я заметил, что уголки рта опущены в полукомичной тревоге. Однако возможность узнать, какая беда заставила его искать помощи Шерлока Холмса, представилась мне только тогда, когда мы уже сидели в вагоне первого класса, уносившего нас в Бирминге. — В нашем распоряжении семьдесят ничем не занятых минут, — сказал Холмс. — Прошу вас, мистер Холл Пикфорд, расскажите моему другу о вашем крайне интересном случае, причем так, как рассказывали о нем мне, или, если возможно, с дополнительными подробностями. Мне будет полезно еще раз послушать, как развивались события. В этом деле, Ватсон, возможно, что-то есть, а возможно и вовсе ничего, но в любом случае оно предлагает и необычные и выходящие за рамки обыденного момента, столь же привлекательные для вас, как и для меня. — А теперь, мистер Пикфорд, я больше не стану вас перебивать. Наш молодой спутник посмотрел на меня виновата поблескивающими глазами. — Самое худшее в этой истории, — сказал он, — что я выгляжу таким круглым дураком. — Конечно, все может оказаться в порядке, и вообще не вижу, как иначе мог бы я поступить. И все-таки, если я потерял место, а взамен не получил ничего, значит, никуда не денешься. А я — простофили из простофиль. Рассказывает доктор Ватсон, я не мастер, но вот, значит, что со мной произошло. Прежде я служил у Кокстона и Вудхауса в Дрейперсгарденс, но в начале весны вышла заварушка с венесуэльским займом, как вы, наверное, помните, и они с треском обанкротились. Я проработал там пять лет, и старик Кокстон дал мне рекомендацию «лучше некуда», но, понятно, мы, клерки, все были уволены, все двадцать семь. Я совался туда, совался сюда, но ребят в моем положении хватает, и долгое время никакого толку не было. У Кокстона я греб три фунта в неделю и успел скопить около семидесяти, но теперь они быстренько разошлись и оставили меня на мели. Совсем. Только хватало на марки, чтобы отвечать на объявления, и еще на конверты, куда марки наклеивать. Я насквозь подметки протер, взбираясь по конторским лестницам, а толку все никакого. Наконец я узнал про вакансию в крупнейшем баткирском доме Моссен и Уильямс на Ломбард-стрит. Полагаю, это не особенно по вашей части, так можете мне поверить, другую такую богатейшую фирму в Лондоне поискать. В объявлении указывалось, что услуги предлагать только письмом. Я отправил мою рекомендацию и заявление, хотя и без малейшей надежды на ответ, но получил его с обратной почтой. Если я являюсь в следующий понедельник, то могу сразу же приступить к выполнению моих обязанностей при условии, что выгляжу достойно. Никому неизвестно, как происходит такой выбор. Поговаривает, будто управляющий просто вытаскивает из груды первый попавшийся конверт. Но как бы то ни было, удача на этот раз выпала мне, и оборадовался я дальше некуда. Жалования на фунт в неделю выше, а обязанности совсем не такие же, как в Коксоне. И вот тут начались странности. Живу я по соседству с Хэмпстеном, Поттерстеррас, 17, если точнее. Ну вот тот вечер, когда мне было предложено место, я сидел дома, покуривал, и тут поднимается ко мне моя квартирная хозяйка и подает визитную карточку, она не напечатана. Артур Пиннер, финансовый агент. Фамилия мне совсем незнакома, и я понять не мог, что ему от меня надо, но, конечно, попросил ее проводить его наверх. И вот он входит, среднего роста, темноволосый, темноглазый, чернобородый, а нос слегка лоснится, держится деловито, говорит коротко, как человек, знающий цену времени. Мистер Холл Пикфорд, если не ошибаюсь, говорит он. Да, сэр, отвечаю я и придвигаю ему стул. Прежде служили у Коксона и Вудхауса. Да, сэр. А теперь взяты в штат Моссона. Совершенно верно. Ну, говорит он, суть в том, что я слышал поистине поразительные отзывы о ваших финансовых способностях. Помните Паркера, управляющего Коксона? Так он только о них и говорил. Конечно, мне было приятно услышать такое, в конторе я, правда, лицом в грязь не ударял, но и представить себе не мог, что обо мне так лестно отзываются в Сити. У вас хорошая память, спрашивает он. Не дурная, отвечаю я скромно. Вы следили за рынком, пока оставались не у дел, спрашивает он. Да, биржевые известия читаю каждое утро. Что указывает на истинное призвание, восклицает он. Вернейший путь к благосостоянию. Вы не против, если я вас попроверяю? Дайте-ка подумать. Курс Иершайров, например. Между 106 с четвертью и 105 с 7 и 8, ответил я. А новозеландские консолидированные как? 104. А Бритиш Брокен Хиллз? От 7 до 7 и 6. Изумительно, скричал он, сплеснув руками. Именно то, о чем я слышал. Мальчик мой, мальчик мой, вы слишком хороши, чтобы прозябать у Моссона в клерках. Как вы понимаете, такой энтузиазм меня несколько удивил. Ну, сказал я, другие люди обо мне не столь высокого мнения, мистер Пиннер, а какое, видимо, сложилось у вас. Мне это место досталось нелегко, и я очень рад, что получил его. Вздор, мой милый, вам следует воспарить выше. Ваша истинная сфера не тут. Теперь объясню вам, при чем тут я. То, что я могу предложить, не очень велико в сравнении с вашими талантами. Но по сравнению с предложением Моссона, это свет во тьме. Дайте-ка сообразить. Когда вы должны явиться в контору? В понедельник. Ха-ха, думаю, я рискну побиться об заклад, что вы туда не явитесь. Не явлюсь в контору Моссона? Да-с, сэр. В понедельник вы будете управляющим отделением Франко-Медленской скобиной компании с ограниченной ответственностью, имеющей 130 отделений в городах и деревнях Франции, не считая одного в Брюсселе и одного в Сан-Рема. У меня просто дух перехватило. Никогда о ней не слышал, говорю. Разумеется. Все сохранялось в тайне, поскольку учредительный капитал весь принадлежит нескольким акционерам, а предприятие слишком выгодное, чтобы допустить к нему широкую публику. Мой брат Гарри Пиннер, учредитель, и после распределения акций вошел в совет как генеральный директор. Он знал, что я отправляюсь сюда и попросил меня подыскать хорошего человека, который обойдется не слишком дорого. Молодого, энергичного человека, полного задора. Паркер рассказал о вас, и вот я здесь. Для начала мы сможем предложить вам жалких 500 фунтов. «500 фунтов в год?» — вскричал я. «Для начала всего лишь. Однако вы будете получать 1% комиссионных со всех сделок, заключенных вашими агентами, и можете мне поверить, общая сумма далеко превзойдет ваше жалование». «Но я ничего не понимаю в скобяных товарах». «Вздор, мой мальчик! Зато с цифрами вы, чародей!» Голова у меня пошла кругом, и я с трудом сдержался, чтобы не вскочить с кресла, но внезапно я ощутил холодок сомнения. «Буду откровенен с вами», — сказал я. «Моссон предлагает мне только 200 фунтов, но Моссон абсолютно надежен. Ну, а о вашей компании я, право, знаю так мало, что...» «Умно! Умно!» — вскричал он прямо-таки с восторгом. «Вы тот, кто нам нужен!» «Одни слова вас не убеждают, и это прекрасно, но вот банкнота в 100 фунтов, и если вы полагаете, что мы можем сговориться, просто возьмите ее как аванс в счет вашего жалования». «Это очень щедро», — сказал я. «Так когда мне приступить к выполнению моих обязанностей?» «Будьте завтра в час в Бирбингеме», — сказал он. «У меня в кармане письмо брату, которое вы вручите ему». «Дом 126-й Б по Корпорейшн Стрит, где временно помещается контора компании». «Разумеется, брат должен подтвердить ваше назначение, но, между нами говоря, никаких затруднений тут не возникнет». «Право...» «Не знаю, как вас и благодарить, мистер Пиннер», — сказал я. «Никакой благодарности, мой мальчик. Вы получили только то, чего заслуживаете. Остается уладить только пару мелочей. Чистейшая формальность». «Вижу, у вас на столе листок бумаги». «Так будьте добры, напишите. Я даю свое согласие стать управляющим отделения Франко-Медленской скобяной компании с ограниченной ответственностью на жалование минимум в 500 фунтов в год. И распишитесь». «Я выполнил его распоряжение, и он положил мою расписку в карман». «А теперь вторая мелочь», — сказал он. «Моссон, как вы поступите?» «Я от радости совершенно позабыл о Моссоне». «Напишу, что отказываюсь», — сказал я. «Именно то, что я прошу вас не делать». «Я из-за вас поссорился с управляющим Моссона, зашел расспросить его о вас, а он повел себя крайне оскорбительно, обвинил меня в том, что я вас переманиваю». «Ну и прочее в том же духе». «Наконец я вышел из себя. Если вам нужны хорошие служащие, платите им хорошее жалование», — сказал я. «Он предпочтет наше маленькое жалование вашему большому», — возразил он. «Ставлю пять фунтов, что он, получив наше предложение о вас, и не вспомнит». «Идет», — говорит он. «Мы его из грязи вытащили, и он с нами так просто не расстанется».